Глава Анапы с рабочим объездом. Сегодня на месте построенного жилого комплекса. Адрес Таманская, 121. Со стороны многоэтажка смотрится неплохо. Наверное, и на проекте так же. Но при ближайшем рассмотрении становится ясно. Застройщик очень торопился. Раз не учел важные детали. Одни перекошенные лавочки чего стоят. Вот скорее-скорее введите в эксплуатацию. А каким образом введите? Если лавочка боком, урн на улице нет, урн для общего пользования нет. Я не придираюсь. Ну, в конце концов, надо же заканчиваться. Если идти на поводу у застройщика, то вопросов у будущих жильцов в власти будет много. И совершенно справедливо отмечает Сергей Сергеев. Надо выезжать на место. А не просто в кабинете. Даже по фотографиям. Вот если бы мы сюда не выехали, по фотографиям все замечательно. И по рассказам специалистам все замечательно. А вот сегодня я не буду спрашивать застройщика. Я спрошу со специалистов, которые мне подсовывают, что его надо ввести в эксплуатацию. Они здесь будут делать освещение, дорожки и все остальное. В подъезде все повыше статьи экономики. Вместо нормального поручня – сваренный кусок трубы. Узкие проходы и неработающий пока лифт. Кстати, еще одно важное поручение главы, доступно или нет, должны сказать сами маломобильные граждане. Должно быть письмо из общества инвалидов. Наши. Колясо себе. Что мы посмотрели. Просто произвольно. Надо привезти. Не надо, а мы должны инициировать, привезти их сюда. Организовать. Искать, ребят, ну давайте, посмотрите, что тут неудобно для вас. Что надо делать. Несколькими днями позже поручение главы было выполнено. Сотрудники управления архитектуры выехали на место с инвалидами-общественниками. Сейчас попробуем проверить возможность доступа маломобильных граждан в подъезд, ну и на какой-нибудь этаж. Этаж давайте. С учетом мероприятий, выполненных застройщиком по обеспечению доступа маломобильных крупных населения. Первое, что отмечает Марина Буковец, представитель регионального отделения Общероссийского народного фронта, это тактильную плитку на пандусах. Явно лишний элемент здесь считает она. И угол разворот мал для колясок. Порог должен быть, ну, полтора сантиметра максимум порог. 1,4. 1,4. Это максимум. Ну да. Вот что здесь как? Понятно, что дверь металлическая, то есть надо было заглублять ее тогда. Ну сейчас будем прыгать. Вроде бы со всей душой и спуски с тротуара, и пандусы, и знаки на дверях для слабовидящих, но все сделано на глаз. А ведь есть свод правил. Замечательный сделали СП-59, лишь бы вот все расписано, вот до мельчайших, до мельчайших все расписано. Ну как бы если только ему одному следовать, у нас все будет замечательно. Несмертельные ошибки замечает общественница. Исправить можно. Вот, например, сделать разметку во дворе, чтобы паркующиеся машины не закрывали удобные для инвалидов подъемы на тротуар. Управление архитектурой и градостроительства города возьмет на карандаш все сделанные сегодня замечания. А застройщик будет устранять недоработки. Продолжение следует...